Натус Винцер 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 Но нет, Флэйм его читает, и при этом у Хэппи не получается по Егору попасть. Ну и самое главное, что Флэйм выжил. Осталось, конечно, на 3 хп, но тем не менее, ситуация 4х2. Лишний девайс лучше вообще не терять. И, да, в принципе, особо и гоняться, наверное, не стоит за команды НВАС, за Хэппи, за НБК, 3.0. Опять же, неплохая экономика, и нужно продолжать развивать успех дальше. Потому что, я уверен, НВ сделают все, чтобы отпотеть, отпыхтеть, догнать по раундам и потом все перевернуть, возможно, так же во второй половине. Ну, честно, сейчас Атака на Трейне выглядит реально смачно, шикарно, и можно очень по-разному играть. И постоянно забрасывать гранатами с различными выходами можно. Да вы все прекрасно знаете, кому я рассказываю, как нынче играется в CS Global Offensive. Ну и, опять же, еще раз напомню, новое правило, чуть больше C4 витаймер теперь на 5 секунд, ну и чуть больше раунд на 10. Ну, в принципе, наверное, все это дает нам только большие плюсы. Да, но здесь, конечно, показательным будет полноценно девайсный от французов с АВП. Возможно, даже две снайперские методки. Кстати говоря, Зевс забирает еще и НБК, не дает ему возможности засейвить армор и пистолет. Что ж, 3-0, и при этом французы, скорее всего, будут делать ЭК, ведь они делали Форс. При этом вот на своих же граблях уже вторую карту подряд. Ну, если на Кобл-Стоне еще ладно, там можно было порисковать, попробовать, то сейчас вот на трене действительно это, по-моему, как раз те самые ключевые раунды, которые могут потом пригодиться команде Энви. Но все-таки они очень крутые и, честно, я боюсь вот что-то лишнее просто ляпнуть и сейчас реально просто продолжаем наслаждаться игрой. При этом напомню, господа, что команда, выигрывающая это Best of 3 противостояние, попадает в гранд-финал, где уже их ожидает команда Фнатик. И там играют до трех побед, и в Доте, и в Контрустрайке. Я не знаю, кто там сегодня сказал, что БО-5, но БО-3, два матча, завтра простое расписание. Приходите все, реально будет кайфовая обстановочка. Ну, на стрим, на Твиче просто обязаны все зайти и наблюдать. Конечно, зайдут, конечно, будут болеть за свои любимые команды. Одна из них Фнатик, а вторая вот сейчас и определится. Да, вторая вот сейчас определится, дай бог, чтобы определилась в нужном направлении. Ну, да ладно, пока просто 3-0, пока просто экономический раунд от NVI с NAVI, при этом не хотят рисковать. Понимаешь, что это может быть и укрепление, и еще один сумасшедший фрусбайк. А значит, все равно будет в нужном направлении. Так будет у нас финал, если выигрывает, например, NVI с первой и вторая командой мира, а если выигрывает NAVI, ну, вы все понимаете, да? NAVI против, они третьи в рейтинге мировом, против самой сильнейшей команды. Это будет то, что нужно завтра здесь в Минск-арене. Но пока вы действительно видите, что происходит, NAVI очень просто выходит на бэплэн, собирают Апекса, здесь беспроблемный выход. Ну, и дальше, наверное, все как по накатанной пойдет. У парней слепой хэппи чуть-чуть добил там Эдварда до красного, но без проблем, все спокойно, и вот не нужно лишний раз кричать, наверное, и паниковать. Вот Кеннис Жук еще тот, своего забирает. Бывает. Постоянно. Да, своего забирает, конечно, это хорошо, но этот минус я, ну, не думаю, что имел прям ключевое значение. Счет в любом случае 4-0, пока у NAVI все продвигается хорошо. При этом, если NVS проигрывают свой девайс на раунд с деньгами, у них опять будут проблемы. Что ж, публика уже ждет, уже не терпится увидеть первый девайс на раунд. Ну и, конечно же, перестрелки Кенниса и Гвардина. Вот то, о чем мы и говорили. Два АВП у NVS, и при этом оба снайпера играют без арморов. Это будет интересный. Это очередное жесткое решение, потому что, опять же, повторюсь, посмотрите на счет. Только что наисполнялись экономика NVS. Если снова вот отдадут все деньги, то это будет, ну, жесткий какой-то 6-0, выход на 6-0, по крайней мере, от NAVI. Но нужно выиграть этот раунд. Да, самое главное зацепиться за этот раунд. Пока NAVI, опять-таки, занимают верх B-планта, не придумывая, не изобретая велосипед, колесо, они просто будут пушить точку B с двух сторон. Ну, то есть нижняя плюс верхняя линия. Это, может быть, самый идеальный вариант в таком раскладе. Ну, и вот здесь вопрос в том, как справится NBK. NBK пока не справляется никак. Откидывает молотов, получает ответку, он тут же тушится. Выпад на Сейзе, до опен-трак от НАТО на Смита есть, но моментальный размен от Эдварда. Смотри, что делает Эдвард, прочекает справа, забирает АВП, минус Гэпик, поджал, просто вплотную в упор соперников, немножечко пострелял по Апексу, пол-ХП из него выбил, и 3 в 3 ситуация с поставленной бомбой. Непростая для NAVI, ну и непростая для NVS точно. Здесь очень важно, что есть молотов у Гвардиан. Он, понятное дело, будет играть на верхней линии, при этом Флейме остался снизу. Выход, минус от Киашимы. Выход очень агрессивный от Зевса после того, как Кенис перестреливает. Гвардиан на Зевс делает второй минус по Киашиме, один в один. Кенис при этом не мобилен, у него 24 хп, отсутствует армора, это будет нереально. Это что, 1-3 для Зевса, не попадает Кенис просто в спину. Ой, Даня даже не смотрел его в сторону, посмотрит демп, и Кенис просто в шоке будет. Но раунд не закончен, снова не попадает, времени уже очень мало, и он убегает на сейв. Даня, ты снова спасаешь ситуацию. Данил Тесленко, герой этого раунда, это 5-0, это блестящая команда NAVI. Что вы вытворяете, Кенис жраб потерялся, он просто не знал, что делать, в ужасе убежал с плента. Он реально мог два раза убить Зевса, вот просто, если бы не рыб, вот возьми, как обычный там слоупок, наведись направо и убей. Это, кстати говоря, проблема, которая у Кениса всплывает на многих ланах. Он иногда, знаешь, не уверен в себе и иногда просто ошибается. Какой-то супер резкий был, да, и действительно слишком много немножечко метался, но вы понимаете, да, там ситуация 1-1, вообще кто бы не метался в такой ситуации. Ну что, она и продолжает вот давить в точку B, там, то ли быстро, то ли медленно, но и работает пока что основное количество раундов именно сюда, и все получается, самое что главное. Ну и что ж, бай от команды N-VS все-таки имеет место быть, и при этом относительно нормально. У них есть и гранаты, у них есть 4 девайса. Ну, Apex, понятно, на 5-7, это его любимый пистолет. А там дальше чуть ли не по 3-500 будет сыпать команде N-VS за поражение в раундах, ну, если там делаешь минусы и... Ну, это понятно, это понятно, но пока для Na'Vi все просто замечательно. Зелень контролируется Киашимой, любопытно, где играет Кеннис. Кеннис, скорее всего, где-то на точке A контролирует выходы или из апдауна, или из нуля. Опять же, ничего сверхъестественного для Na'Vi нет, но теперь они могут, вот знаешь, пользоваться правом первого темпа. Они могут реально, честно, приграть команду N-VS. Они могут ходить постоянно на B пушить, они могут делать какие-то фейки под B, и реально на это будут вести сены, потому что реально Na'Vi постоянно пробивают точку, и ребята в защите из Франции не взяли ни одного раунда. Этим можно пользоваться. Ну, Тавер вы только что видели, тут просто все шикарно. Пока же вот опять работает российская связка, Флейми плюс Сейзет. Сейзет при этом сверхагрессивно по Молотову проходит, поворачивается спиной. К Апиксу, тем не менее, справляется с Апиксом. Апикс развернулся так же спиной давать гранату, и они просто спина к спине стали. Эдвард принудил, как повезло Сейзету. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж, бомба установлена. НБК один против пятерых игроков. Это шестой раунд для команды Na'Vi. НБК забирают. Это 6-0. Что же вытворяют рожденные побеждать? И вот здесь, на месте французской команды, я бы уже брал тайм-аут. Не получается в защите абсолютно ничего. Вот иногда нужно играть просто. Вот только что с эпизодом с Апиксом мы это увидели. Вот если бы не хотел он там отфлэшивать зелень, спасать себя, а просто бы стоял с пушкой, он бы убил бы Сейзета, который вышел на него спиной. И там, может быть, еще подцепил бы Флеймича, да, по-моему, кто-то второй выходил. Да, но здесь отдельно хотелось бы отметить очень агрессивную игру от самого Костина. Сейчас в последнее время довольно распространенной практикой является пуш по Молотову. По уже открынутому Молотову пуш от игроков атаки. Ну или даже защиты. Пока экономически, посмотри, делают N-VS. Таким образом, да, после особенно минуса от Гвардиана, наверное, будут дарить Na'Vi седьмой раунд. Самое главное за него зацепиться. Вот в чем фокус. 4 Молотова, между прочим, у них, если зайдут на B и поставят бомбу, законтролить будет несложно. Ну, первый дегл убрали, там еще два плюс УЗ-шка, там на самом-то деле по-прежнему проблемы существуют. Но вроде бы с такой проблемой, как ситуация 5-4, там четырьмя пистолетами Na'Vi, по идее, должны справляться абсолютно спокойно. Хотя CSGO всякое бывает, вы это прекрасно понимаете. Ну и смотрите, дефолт Na'Vi вообще куда они давят. Они вообще играют, ну, по-царски пока что. Отличный минус от Гвардиана, при том, что Хэппи был в позиции на Ковача. Ковач все-таки с этим справился. При этом Эдвард смотрит на коннектор. Зевс вырубает Кенниеса. Эдвард забирается на вагон. Скорее всего, это еще один изи-фраг по Апексу. Отличная работа от Ивана Сухарева. Погойно, да, ты там не зажимал, перевел прицел и просто убил. Забрал второго 7-0. Но вот это уже, знаешь, начинает попахивать болью. Если выйдет на 8-9, это реально уже очень сложно отыгрываться. Так, ну и что ж, болельщики понимают, что там все ближе и ближе. Пока все у Na'Vi хорошо. Тем не менее, придется справляться с еще одним полноценным байом от команды Envias. Это понятно, интересно, какие же девайсы купили Envias. Одна или две снайперских винтовок? Да, два АВП. И при этом у всех первые арморы. Хотя гранаты полные, три кит-пакета. В целом, хороший. Когда ничего не получается, покупай два АВП. А лучше три. Ну, ты знаешь, Envias покупали в одном из предыдущих раундов два АВП. Да, мы видели. Я говорил, что сбили снова себе экономику и все пошло опять не так. А уже 7-0. Это очередное сбитие экономики может быть. Что ж, Киашима пока играет на зелени. Кстати говоря, связка с Aized и Flame продолжают добить эту же точку бомбы. Он находится под Т-спауном. В общем, все говорит о том, что раунд команды Natus Winster будет дефолтным, медленным. Ну, вы видите, французы уже пытаются экономить где угодно. Гвардия с пистолета забирает Envika, забирают Envika. Aized прострелом через дым минусует Кенниеса, обеспечивает второй минус. Молотов горит на апдауне после того, как он догорит. Эдвард, конечно же, туда спустится. Вот тут-то как раз, по-моему, чуть-чуть зарешало то, что первые... Особо не зарешало, что первые арморы экономят как могут. В калаше это можно, но там все равно неплохо. Там вроде бы какой-то прострел. Пока Киашим открывается под позицию Егора Васильева, тот бред Киашиму без шансов 5 в 2. И вот как ты потащишь такой раунд? Да. Хэппи на приеме нижний тоже получает от гвардии, а на пошарам Апекс остается один. Роста в ноль. Это восьмой раунд, первая половина фактически в сухую. Ленин, а Сейзит, он там чисто на зелени, он прострелил в дым или он еще кусочек прострелил текстуру вот этот ящик? А, вот, видим. Да, видел, справа лежал трубчик только что. Да. Второго на зелени. Он через дым и через кусок угла ящика. Ну, прострел не показали. Там жесткий был прострел, просто космический. В любом случае Красавчик сделал очень важный минус. Он полностью опустошил зелень, зелень контрить было некому. Восемь-ноль. Энви Аз выглядят невероятно потерянными. Новичок команды тренер-маньяк просто сидит и пытается как-то спасти положение для своей команды, ведь от него сейчас зависит не меньше. Моякое впечатление, да, вот о команде Энви. Они вроде бы начинали год в интернете, все смотрели эти матчи, ну, как-то так, вяленько, вроде бы не очень круто, но приехали на Лан сюда, в Минск, и начали неимоверно раздавать. Выиграли группу, вышли в полуфинал. Опять же, маньяк, новый тренер, НБК, как новый капитан команды. Вроде бы игру поменяли, играют классно, но мы видим, как Нави их начали крушить. Видимо, датчане их так настроили вчера, вот в четвертьфинале, и разогрели команду на Дус-Винсер так плотно, что они сегодня, ну, просто все выигрывают, все попадают. Опять же, хотя начало было на Кобле печальное. Обидно, что Нави играют так не всегда, вот что обидно. Сейчас чувствуется, что они играют как команда, они точно знают, что они делают, и сейчас абсолютно не важно, против какого соперника им играть. Вот в чем фокус, я думаю, что команда Нави. Ну, самое главное, самое главное, это как раз сейчас Нави не останавливаться. 8-0 вам не гарантирует победу, вам гарантирует победу 16 раундов, ну и то, если нету никаких там тайм-аутов, овертаймов и так далее, и тому подобное. Что тут хочется отметить? 8 раундов в атаке на карте Детрейн, это уже отличный результат. Видно, что и Кеннис своей игрой не вполне доволен, и в целом команда Инвест, ну, они проиграли первую карту. В Best of 3 противостоянии матч на вылет, это сингл-эллиминейшн-сетка, у тебя уже нет второго шанса. Ты либо выигрываешь, либо едешь домой. При том, что, ну, после первой карты, будучи профессионалами Анвиас, конечно же, не расстраивались, они рассчитывали на то, что они возьмут Трейн, но посмотри. Еще раз напомню, 8-0. Ну, не стоит здесь всем, вот тем ребятам, которые болеют за Нави, очень радоваться лишний раз. Конечно, 8-0 это хорошо, но мы видели не только эпичные камбэки, видели и не менее эпичные сливы. Но, увидим, по-моему, реально идет хорошо игра, и не хочется, конечно, что-то сглазить. Вот нету экономики снова команды Анви, и тут, как мы и говорили, что после двойного ВП можно реально выйти на 9. Да, пока раунд начинается, практически полный экономический у команды Анвиас, минус от Лэйми, великолепный размен от Апекса, здесь говорить не о чем. Васити с Кеннисом, Эдвард открывается с апдауна, обеспечивает два фрага для своей команды, отлично прорывает оборону точки Апекс, может спасти положение, но лоу хиповый, точнее флэшоный гвардиан перестреливает Апекса НБК и один. Ну вот тут как-то не давил Эдвард, ну не страшно, уже свои два минуса сделал, ну и по идее, нет, чуть-чуть отпустили НБК, и ситуация 1 в 3, ну, надо действовать аккуратно. Чуть и Зевса не забрал, но Зевс хоть что там забирает НБК. Девятый раунд, это жесть, неужели, если они так будут продолжать, то реально это будет в ноль. Да, в общем и целом для экономического это нормально, ненормально, когда ты его выигрываешь. Да, ребят, кто смотрит нас по интернету, вы не думайте, что все там по домам побежали, здесь вот все-таки молодежь отправили домой, такие законы в Республике Беларусь, это в принципе вполне нормально, ну если бы приходили с родителями, было бы еще больше зал и, наверное, никого бы не разгоняли, поэтому вам заметка. Ну, завтра, я думаю, нам не понадобится помощь предков, как говорится, потому что всего лишь две игры. Но пока возвращаемся к нашей игре, опять-таки две снайперские винтовки, и наконец-то опен фраг от Хэппи, Киашима играет между линиями, Апекс также забирает Эдварда, и вот наконец-то у французов что-то начинает получаться. Хороший дебют, хорошее начало, хаешка, однако, от Сейзена, Кенниса прокидывают, отличный размен, Апекс при этом тоже красный, обратите внимание. Ну что же, у Na'Vi по-прежнему есть все шансы на победу в этом раунде, 3 в 4 неплохая ситуация, если щелкнуть хороший. Нет, здесь Кио, конечно, жестоко вырубает Зевса, оказалось, что все там задание, и он должен был его забрать, но Кио это есть Кио, Сейзет, Прескел, ломает Кио, Хэппи отвечает по Сейзету, и 1 в 3 Флеймич попытается разобраться с NBKM, Хэппи и Апексом. Эх, ну, был с одним смоком, подбирает Молотов, конечно, будь у него соточка, было бы получше, а так, получая по голове, Скальта, конечно же, умрет. Да, вот так вот, NBKM забирает Флейми, и, наконец-то, NBKM после 9 подряд проигранных выигрывают первый. Самое главное для них сейчас взять серию, иначе экономику свою они загонят в могилу. Ну, вы видели, что, опять же, у NBKM нет денег, у Na'Vi по 11 тысяч было, по 12, ну, вот сейчас 11, 11, там 8, 7600, 7300, запас есть. Если будут ставить бомбы, то этот запас, в принципе, не слишком быстро будет таять, но надо просто выиграть раунд, и снова там все посыпется у NBKM. Что ж, по-прежнему, два АВП у французского коллектива, раскидки под верхнюю точку B, ну, и Na'Vi опять играют медленно. Кстати, на начало раунда можно сделать вывод, что Na'Vi собираются идти именно в этом направлении, потому что, когда выходить у них перестало получаться. Ну, и знаешь, один раунд пока что, ну, тоже непоказательный, поэтому все нормально здесь у Na'Vi. Ну, непоказательный, но ты знаешь, зачем идти туда же во второй раз, если первый у тебя не получилось. Причем они не так много нам показывали, я уверен, что там еще есть парочку заготовок за атаку, если что-то снова пойдет не так, ребята покажут что-то интересное. Пока молотов, времени чуть больше минуты, ну, и дефолт контроль карты, что от той, что от другой команды. Зевс наверху, тайминговые молоты, молотовы французов. Ну, знаешь, гранат для того, чтобы предотвратить куш команды Natus Finster, у них более чем достаточно. Это тоже ключевой момент. Итак, Кеннис ждет подсадку. Между прочим, может дождаться. Тенденция астроладера на трене, знаешь, как-то очень мало атака дымов там использует на зелени. Вот сейчас как раз, видимо, тот самый случай, либо это дым защиты, ну, сейчас мы увидим. Вот в начале даже первого игрового дня я там выкидывал китайскую статистику, там показатели. Ребята там один дым за атаку дали на зелень вообще. Я подумал, ого, китайцы что-то придумали. А теперь смотрю, здесь и у Na'Vi не так много там тех же самых дымов и вообще выходов через эту позицию. Ну и вы видите, что начинается сплит. 2-1-2. Сейзот открывается, забирает Кенниса, который повернулся к нему спиной. Минус от Эдварда, минус от Флейми. Это минус 3 от команды Na'Vi. Без какого бы там не было размена от француза Флейми. Красный, Гвардиан красный, но бомба установлена. Хэппи и БиКей. Не имеют экономики, вынуждены сейвить, но Сейзот перестреливает. Не дадут засейвить, будут бегать за ними. Денег очень много у Na'Vi, они все прекрасно понимают. Будут ломать. Ты видел, какой синхронный выход и как просто минус 3. До свидания. Здесь ошибка, здесь огромная ошибка была от тиммейта Кенниса, который должен был прикрывать его с зеленью. Каким образом Кенниса смогли забрать в спину, это остается загадкой. Тем более для такой тимплейной команды, как Envias. В общем, это потрясающе. И ты заметил, где-то в середине раунда Кеннис выходил на зелень. Он ждал подсадку, которую в итоге Флейми и Сейзот реализовали. Но тайминг он не словил, хотя мог бы изи сделать опен фраг. И раунд полностью развалился, вы без плита с зеленью. Ну что же, Эдвард, Зевс отлично играют. Да и вообще вся команда Na'Vi, тут даже, знаешь, Гварди, ну как-то и не стоит лишний раз потеть. Значит, не приходится. Он уже свое отпотел на кубу в столе. Ну там еще защита, там еще может получиться какое-то приключение. Поэтому он там включится. Ох ты, неплохо насадил МБТ на пистолет Эдварда. Флейми, Хэппи отвечает в меньшинстве Na'Vi, Свинсер. Ну вот какой-то слишком агрессивный выход, если честно, отрожденных побеждать. Я даже не знаю, без какого бы то ни было сапорта. Ахекс от Зевса, вы видели, он просто по поп-догу там вышел, дал минус по своей линии. Вот и Гвардиан сверху отпечатал, и Сплэнта отпечатал. И вообще остался Кио один против троих. Так как так вообще рушится и сыпется? Воу, воу, Киашима полегче, делает два минуса, он однако отдается Денису Костину. На Ави на абсолютно морозном, несинхронном выходе в Бэфленд берут 11 раунд. Энвиас остается фактически без экономики. Редкий случай, когда у Ави просто все залетает, и они не отдают клачей соперникам. И сами постоянно просто уничтожают и вырубают своих оппонентов. Смотрите, 15-11-11-11-7. Ну все, все молодцы. В принципе, ровно где-то играют и французы. У них 5-5-5-5-4. Что ж, давайте посмотрим повтор. Вот он Киашима, который пытался вытащить клач. Еще как у меня на второго, но нет, молодец. Ты заметил, французы закупились на все деньги. Они потратили все деньги, что у них были, при этом хватило только на один кольт. Я даже не знаю, французы сейчас... Поплыли что ли уже? Они нереально потерянными выглядят. Эдвард дал минус. Эдвард открывает счет в этом раунде. Это просто какая-то доминация от Ави. Сейчас второй минус от Гвардии. Она просто босс раздает и дальше. Эдвард уже почти в Руспе. В Контровском тоже веселится здесь неплохо с АКМом. Ну и Кеннис, Кио остается вдвоем. Ну и их девайсы, видимо, сейчас на Ави также заберут. Бомба установлена. Что ж, нужно брать второй тайм-аут. Я не знаю. Сейчас на самом-то деле публика даже не особенно старается поддерживать на Ави. И так же получается. Хотя вот сейчас... На Ави! Болельщики команды Ави прямо за нашими спинами начинают с новой силой поддерживать своих любимчиков. Минус от Дзевса по Киашиме. А Кенниса также находят и дают засейвить ни единого девайса. Отличный. Просто отличная игра от рожденных побеждать. И вот кто бы мог подумать, что Энвес будут отлетать с такой легкостью. Энвес домой! Энвес домой! Так, ну ладно. Французов отправляют. Да. Все, 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 домой их вот хотят отправить. Еще один бай. Ну вот куда? Давайте выйдем на 14-1 вот с такими вот баями каждый раунд. Я не знаю даже. Притом, что можно брать еще один тайм-аут. Реально, у нас тайм-ауты ограничены по времени, а не по количеству на карту. То есть 5 минут. И при этом всем на Ави ни на секунду не стоит расслабляться. Потому что они играют, опять же, не с парнями там с какого-то DM-сервера, а со двора. Это просто чемпионы мира, вторая команда в рейтинге. И они при любом счете, там даже при 1-14 будут делать все возможное, чтобы дать камбэк, так же жестко сыграть в атаке. И, в принципе, знаете, такое и может получиться. Но посмотрим, как сыграют на Ави и что они позволят здесь делать Энвес. Пока на Ави не расслабляются, в очередной раз играют медленно. Кеннис пытается опушить зелень, но сейз от очередным прострелом в дым вешает хэдшот кеннису. Слушайте, выключайте по этому парню читы уже сколько можно. Ну, там, третий, четвертый прострел в дым на зелени. Это невероятно. Все залетает. Просто все. И при этом, знаешь, что самое главное? И что мне нравится больше всего? Нельзя выделить кого-то конкретного. На карте Детрейн играет вся команда. Что ж, Киашима на скауте получает по голове второй минус от сейза. Он получает флэш, а потом по голове. Да. Сейчас еще третий минус должен быть от Дениса Костина. Да, вот он третий хэдшот. И только Хэппи смог остановить Дениса, но свои минуса он точно сделал. Да и Хэппи немножечко пострелял тоже. Да, ну молодец. Что ж, минус от Флейми. Как раз-таки по Винсенту Сырвани отомстил за своего соотечественника. Ласт враг от Зевса. Просто невероятная игра. Вот они в пятюни пошли. И при этом по лицам команды Na'Vi видно, что они ни я на секунду не расслабляют. Не хочу, конечно, забегать вперед. Но как-то неожиданно. Неожиданно просто. Не то, что как-то. Это нереально неожиданно. Я не думал. Я вообще даже не подумал. Мне больно на эти деньги смотреть. Там у Na'Vi почти постоянно полный бай. Там почти под 16 тысяч у всех. И постоянные нули у команды Envy. И вот казалось бы, зачем эти Force 5 в каждом раунде? Ну сделай ты один эко. Ну закупись ты по-человечески. Я надеюсь, что большая часть зрителей останется и послушает наших аналитиков. Потому что там есть хаос и замечательная компания наших комментаторов. Конечно. И не только. Которые просто разберут по косточкам все вот эти ошибки. По экономике, я думаю, жестко пройдутся. И покажут, что почему не играть эко и не работать с нормальными пушками. Почему именно так? Не знаю, что здесь можно посоветовать Envyaz. Разве что помолиться. Потому что даже если они выиграют этот раунд, счет 13-2 это чудовищный счет в первой половине на абсолютно любой карте. Еще и в защите на трейне. Что ж, здесь можно сказать. Команда Na'Vi уносит бомбу с точки B. Скорее всего, это будет полномерный выход на A. Под зеленью есть. Кто там есть? Товарищ Сейзер. Да, на него любимая позиция. Два будут выходить из Абдауна. Два будут выходить через ноль. Окна разбиваются. Зевс при этом контролирует и подходы в спину. Ну и одновременно контролирует Абдауна. Ветит со своим тиммейтом. Апекс в упоре на нуле. На него открывается Флейми. И вот он изи фраг. Изи опен фраг от Егора Васильева. Хорошо, брат, чекали ноль. И вот опять же, ну вот были бы там пушки. Ну, как-то вот, не знаю, не нравится. Мне Envy сейчас не нравится. Ок, хотя смотри. О, вот это Киашима угомонил. Вот теперь приемка от Киашима мне нравится. Еще один минус в его исполнении. Зевс 1 в 4. Наконец-то это возможность для команды Envyaz взять второй раунд. Патроны заканчиваются, Зевс понимают, что нужно пошить. Но Кеннис ставит точку в этом раунде. 13-2. Но французы не выглядят очень довольными. Неплохо, но поздно. Действительно, вот включились. Как-то парни из Envyaz 13-2. Ну, у Na'Vi все в руках. Берешь пистолеты. Ну, по идее, это почти выигранный Акадкаст. Ну, три раунда в защите на трене. Ребята, три из пятнадцати. Кстати, вот сейчас посмотрел на француза в Envyaz 13-2. И сразу полез в телефон. Хэппи с невероятно смурным выражением лица. Смотрел прямо в камеру, прямо в сердце зрителей. Ну и Гвардиан просто веселый. Владислав Кович на ваших экранах. Давайте поприветствуем. Гвардиан! 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 В Минске арене действительно предостаточно. Даже несмотря на позднее время суток. Но французы не спешат начинать вторую половину. Им есть что обсудить. Без вариантов. Конечно, сейчас нужно на сто процентов выиграть пистолетный раунд. Без него. Да, реально потом закупиться. Взять там какие-то пистолеты в защите на трене. Это, конечно, реально. Там ближняя дистанция. Можно будет неплохо там поработать. И, может быть, даже перевернуть игру. Выйти вперед. Но, опять же, позволит ли Na'Vi? Поэтому лучше со старта французам с пистолетов начинать как-то набирать раунды. Если будет все наоборот, то мы довольно скоро пойдем домой. Вообще, глядя на динамику той самой первой половины, я рискну предположить, что без пистолетного раунда Envias не смогут сделать уже ничего. Настолько команда Na'Vi чувствует своего соперника. Настолько они чувствуют карту The Train, которая у них, правда, готова. Что за французов даже немножко грустно. Но да ладно, друзья. Пистолетный раунд второй половины. Вторая карта. Второго полуфинала. А именно сейчас определится второй финалист, который завтра встретится с сильнейшей командой. Да, Фнатик. Смотри, как просто интересно играют ребята из Na'Vi. Играют четыре Аплента. Это, наверное, очень сейчас важнейшее правильное решение. Один игрок на Б в упоре смотрит, дает абсолютно всю информацию. Если что, холпанет либо со спины, либо вернется все-таки через стандартные там выходы на точку А. Ну, мы много раз говорили о поджимах со спины, хотя в CS GO, конечно, это вещь такая полу необходимая и вполне реальная. Ох, ну и зелень выпустили, ты посмотри. Сейчас-то французы могут зайти в спину. Какой сплит-бэ? Это космос. Ой-ой-ой, проход по позиции между линиями в то самое время, как бомба находится под бэ. Два опен-фрага в исполнении НБК и Кенни Шрама. Прекрасное начало. При этом Кенни сконтролирует коннектор. Видя там двух игроков, он откидывает ХАЕшку, тут же получает по лицу, но преимущество, конечно, в Кенни Шраме. 24 раунд для Na'Vi. Мы с ним две. Зевса Гвардиан. Гвардиан битый. Дает минус Дане. Еще один минус от Гвардиана на лоу-хп. И уже 2-2 ситуация. Ставится бомба на пленте Envy. Ну и смотрите, что происходит. Зевсу 85. Гвардиан лол. Один хп просто. Ну тут от Дане многое зависит. Да, конечно, основной движущей силой здесь должен быть Данил Тисленко, который... Это у USP, конечно. Тут и не от Дане все зависит. Хорошо, его настреляли в движение, и можно с этим пистолетом. Но Гвардиан, ты посмотри, делает все-таки минус по кешами. При этом по последнему игроку информация есть. Хэппи пытается открываться. У него 32 хп. Это буквально несколько попаданий. Один хп. Минус от Гвардиана. Но это взятый пистолетный раунд командой Na'Vi. Милостивый Иисус, что же вы вытворяете? 2 в 4. Ну это уже вот просто нереально выглядело. Просто нереально. Ну, ребята, был бай только что. И, конечно же, бомба. И сейчас я уверен, что французы должны что-то купить. Либо полный. Но это уже отдать 15-й. Нет, конечно, не буду делать форс. Тут без вариантов делать камбэк. В 13 раундов подряд. Вот как? Как ты можешь делать камбэк в 13 раундов подряд? Здесь должен быть форс. Что? Или эко? Не подряд, не забывай. Почему не подряд? Если сейчас они берут эко, дают 15-й. Тогда подряд. Вот такие вот дела. Ну там вот один же последний там французы взяли. Ну, короче, ладно. Ну, неважно. Неважно. В любом случае это форс байт. Команда Энвиас. Последние шансы. Просто забили и поехали. Для французского коллектива. И уже на втором раунде у гвардии она появляется АВП. Вот это рвение. Молотов под апдаун для того, чтобы законтрить быстрый выход от команды Энвиас. Но ясно, что французы рисковать не хотят. Они хотят отыграть этот раунд наверняка. Хэппи играет на дигле. Очень опасный девайс в руках Винсена. Даже у таких опытных ребят сейчас ладошки потеют, руки трясутся, потому что именно сейчас нельзя совершить ни одной ошибки. Не попал раз, все. Это 15-й для Нави. Ну и, в принципе, потом тебе нужно тащить сколько подряд? Ой. Вот уже 13. А, или ты имеешь в виду кому? Энвису? Угу. Не важно. Да просто это почти невероятно. Это вообще невероятно. Если они это сделают, это жесть. Таких камбэков были в соревновательном КСе считаны единицы. Вот с таких счетов, там, 15-1, 14-2. Этого не бывает. Очень-очень редко. Ладно. А бывает еще не соревновательный КС? Бывают матчмейкинги. Да. Там такие камбэки реально бывают. Ну, ладно. Давайте смотреть за выходом Инвяс. Сплитпуш. Один апдаун. Два ноль. Два зелени. Так. Минус от Гвардиана. Великолепное начало этого раунда. От Ладис Лаваковича. Эдвард на тракторе открывается. Забирает Киашиму. Кеннис, Апекс. Отлично отвечают. Цейзит забирает Кенниса. И все-таки большинство Нави. Минус Костин. Два в два. Флейми Гвардиан. Непростая ситуация для Нави. Хотя вроде бы битый Апекс. И не все девайсы на руках. Минус от Флеймича. И знает, где последний. Ну, посмотри, что тут вытворяет. Кто это? Хэппи сумасшедший. Что ж, у Флейми 45 кп. Попадание. Всего лишь одно попадание. Может спасти положение для Хэппи. И, возможно, даже перевернуть тенденцию во второй половине. Что ж, во Флейми влетает флешка. Хэппи заходит в спину. Но Флейми справляется с заходом от Хэппи. Это 15 раунд. Это матч-поинт для команды. Натус Винцера. Просто нереальная игра от всех. Абсолютно всех парней. Старикс доволен. Ну, вы видите, фан Энви. Как? Как? Спрашивают, как он не попал. Вот такой человек, который попадает через дым, когда слепой, через три стены. А в простой ситуации, когда просто на Висте попасть, не попал Хэппи. Даже у таких профессиональных игроков, как Энвиас, в таких ситуациях нервы сдают. Ни единого девайса на решающем раунде у команды Энвиас нет. Что же происходит? Ну, все. Все, ребят. 13 матч-поинтов. Осталось просто дожать. Не расслабляться. Не давать фактор 15 раунда. Вообще никак. А какие там коэффициенты были вообще? Ох, если честно, я не смотрел. Наши аналитики замечательно говорили об этом. Но они точно были в пользу команды Энвиас. Кстати, ребят, забегай чуть вперед. Завтра финал комментируют просто комментаторы от Бога. Ваши любимчики. Конечно же, это будет слэм. Конечно же, будет страйк. Мы поработаем в студии аналитики. Ну и ждем вас завтра. Но об этом немножко попозже, потому что все решается в этом раунде. Пока преимущество по количеству игроков у команды. По крайней мере, для нами. Энви еще очень много раундов нужно тащить. Да. Ну что ж, оборона точки А уже прорвана. Два минуса. Матапикса и Аткенниса. Однако Зевс отвечает. Справляется с этим. Берет в руки. Пистолет пытается расстреливаться. Хорош. Что творят Энви? Ну просто молочаги и Сейзаду. Ну просто нужно фантастику творить. Не знаю, видели ли я его или нет. Но сейчас... Ну 15 хп. 15 хп. Здесь, конечно, не игровой момент. В то время, как бомбата устанавливается на Б. Киашима не даст Денису Костину выйти. Это трифайер. Хорош, хорош. Потому что, конечно, Киашима просто великолепно действует. Но еще сколько? Ой. Скрасно говорит. Сейчас мы посмотрим. Это сколько? Это 15-3? 12 раундов подряд. 12 раундов подряд нужно взять только для того, чтобы выйти на овертаймы. Это еще само по себе не даст победу. Это только будут овертаймы. Ну, как-то вот небрежно, согласись, сыграли в Na'Vi этот раунд. Вот можно еще раз посмотреть. Наверное, повторы как-то... Ну, повторы... Какие-то выходы, потому что в Зевса получились. И посмотрю, как хладнокровно действуют рожденные побеждать тут же после проигранного девайсного Эко. Правда, с тремя деглами, с двумя по 25. Если прет, то можно. Ого, как кому-то там досталось. Минус от Хэппи забрал Эдварда. На зелени не получилось у Гвардиана. Ну, 3-5 еще не конец так же. Пока, да. По КПМ у НВС все не очень хорошо. Дегл мог бы спасти положение. И вот, пожалуйста, реализация. Минус от Лэйми, минус от Зевса. Опять, правда, сжигает Данила Тисленко. Минус от Киашим. И, конечно, это четвертый раунд для команды Энвис. С другой стороны... Подожди, Саизод один в три. Ну, он без армора, у него 43 хп. Не, понятно, что он без ничего. Да, тут маловероятно, конечно. Тем более, что Киашим... Он с желанием и волюшкой. Ну, посмотрим. Бомба в любом случае установлена Саизоду. Вообще, вот здесь уже, по-моему, даже нет смысла играть на экономику. Потому что Энвис либо будут играть и выигрывать каждый раунд, и у них, соответственно, будут деньги на бай. Либо они проигрывают один и едут домой. Ну, это Энви, нет смысла играть на экономику. А на Ави... Нужно всегда про нее думать. Все-таки, чем быстрее они закончат этот матч, тем лучше для них. Потому что, когда уже будет там счет 15-8, 15-9, реально уже команде будет не до смеха. Это факт. Да. Но, знаешь, до этого счета нужно еще дойти по кау-то коврике. И плакаты в руках болельщиков команды Нави еще один экономический делают рожденные побеждать. Как же хладнокровно они действуют, понимаешь? А как иначе, боссу нужен-то девайс. Вот, понимая огромный разрыв, который сейчас по счету имеют Нави против Энвис, они могут себе позволить сделать два вот таких вот наивис. Хотя, знаешь, такое-то, говорит, попахивает двумя снайперскими винтовками. Ну, посмотрим. Может быть. Вот Сайз в последнее время очень жестко проперся. Как раз-таки при игре с АВП мы это видели на том же дакту, а, например, оп, Зевс. Опа, привет, мой калаш. Да, калаш есть, может быть, можно его даже засейвить. Почему бы нет? С калаша все-таки, с калашом играть значительно, наверное, даже, ну, проще. Интереснее, нежели с кольтом. Все-таки ваншот. А у игроков, а им тот еще, ничего не скажешь. Ну, пока Кеннис контролирует верхнюю пожарку, говорю, как это так? Не попадает по Сайзу. Это вот действительно, реально, местами не попадают жестко французские игроки. Вот, казалось, все, пустил на тушке, должен попасть, минус от Ким, забрал... Боже мой, Кеннис, достоперись-то, наконец! Что это за промахи? И вот один из лучших снайперов планеты. Ну, это говорит о том, что он нервный. Он и сам недоволен своей игрой, это видно. Нервный, ну, ты, конечно, забегаешь вперед, но нервничает сейчас, наверное, точно в данный момент. Нет, ну, вспомни первую половину, как он не попадал в эпизоде, когда Зев сделал минус три. После этого он просел. Просел жестко, согласен. Ну что, ребят, смотрим за продолжением. НБ Кик пока что, вот, новоиспеченный капитан французской команды. Пока не очень помогает фрагами своими, ребят, да не только он. Ну, в общем-то, пока что тащит. Есть и траундов между командами. Вот он, босс АВП уже, есть первый минус АВК. И АВК, две штуки, действительно, мы угадали. Два АВКа, с Эзи, со вторым все это обычные вещи. Минус Гвардиан от Апекса, четыре в четыре. Четыре в четыре, Зевс при этом продолжает контролировать зелень. Кеннис в это самое время перестреливает Эдварда, Сейзит продолжает играть на АВП. Прещется в дыму, Зевс забирает НБК, при том, что Натан Смит открывался на него на префайре. Тяжелевшая ситуация по-прежнему для Нави, три в три, но позиции на пленте уже продавили. Конечно, французы установили бомбу. Ну и сейчас здесь Сейзит, вот он, второй АВК приносит успех команде Нави. Ну, пока что небольшой. Сейзит подлавливает все-таки Кенни Шраба. Гвардиан пишет Дэнни. Хэппи один с установленной бомбой против трех игроков. При этом бомба стоит не под него. Давайте же смотреть, справится с этим Винсент Цервани или нет. Сейзит садится дефюзить бомбу. Флейми, однако, не смотрит. Боже мой, в коннектор Сейзит дефюзит бомбу. Нет, все-таки забирает Дениса Костяна. Китов на руках, увы, нет. А времени-то хватает? Пять, четыре, три, два, один, это ГГ. Поздравляем! Дамы и господа, вторым финалистом SLI League Star Series 14 сезона становится команда НАТУ Свинцеры!